Так, и вот спрашивает Вячеслав, объясните мне, как далёкому От этого человека, почему Суперджет такой хреновый самолёт Или вроде ничего у нас были когда-то Ну, конечно, у нас были неплохие Самолёты в советский период Но эти самолёты соответствовали Тому периоду, понимаете То есть, вот, если сейчас взять Современного лётчика и посадить на тот Самолёт, то он так же его расшибёт Как этот Суперджет Потому что самолёт управляется вручную Посмотрите, сколько Ту-154 Попадало именно из-за того Что пилоты так называемые Современные Того пилота обучали совсем иначе Не так, как современного пилота И современный пилот на компьютере Обучается, а тот Начинал обучаться на каком-нибудь Як-18, да То есть, его сажали В самолёт катали, да Потом он обучался летать Сам всё делал вручную, да Потом примитивный какой-то пилотаж Он крутил фигуры высшего пилотажа То есть, ему позволяли падать в штопор Ему позволяли крутить Мёртвые петли и так далее Он знает, что такое Срывной Звук срывного датчика То есть, это звук, при котором Обычный рейсовый пилот Сидеет сразу, мгновенно Если он слышит мэк-мэк-мэк-мэк-мэк Это значит пи***ц А пилот такого самолёта Понимает, что ну просто Какие-то закритические углы Атаки вышли Ну, обычно это Намеренно сделано для того, чтобы Какие-то фигуры высшего пилотажа Крутить Поэтому Ну, как-то Обучение было совсем другое Я не хочу сказать, что оно лучше или хуже Оно другое Потому что современный самолёт Это битком набитый компьютер И там мужик должен уметь разбираться в компьютере Если посадить того Вот меня сейчас посадили Я убью там всех сразу Потому что, ну, как Я даже и не взлечу Я не знаю, как это сделать Ну, посмотрю, может быть, в Ютубе Как там показывают Сделаю всё, как там показали А это Как в Одессе говорят Две большие разницы Ну, когда случаются вот такие аварии И вы помните Air France Разбили свой самолёт И, слава богу, нашли хоть там Какие-то чёрные ящики в Атлантике А так бы это была загадка Там какого-нибудь Бермудского треугольника Помните? Там два сменных экипажа ещё летел Один экипаж И второй экипаж Где командир воздушного судна Инструктор вообще И они Стали падать с высоты 11 километров Причём не падали А парашютировали Потому что самолёт не давал Уйти в штопор И они просто снижались И вот они подходили Разговаривали Всё слышно И думали Что ж такое с самолётом Происходит Снижается и всё И всё это продолжалось До того момента Когда они просто шлёпнулись Об воду и погибли То есть любой Нормальный пилот Который руками водит самолёт Просто отдал бы от себя Штурвал Ну или жойстик Там нет штурвала И всё Нос опустил бы Самолёт разогнался Поэтому это Очень большая проблема Но С другой стороны Те люди Которые управляли Самолётами вручную Они гораздо больше Ухайдохали самолётов Чем электроника Если электроника Не выходит из строя То она Слава богу Не убивает людей Вон тысячи самолётов Миллионы летают И ничего не случается Всё зависит от того Как это сделано С точки зрения Электроники Современный самолёт Не должен быть российским Вы же понимаете Но если российские Не могут Сделать Йотафон Ну Телефон Блядь Сраный Не могут сделать То как они Сделают самолёт Помилуй бог Вы чё Вот вы Возьмёте Вот этот Йотафон Который сделали Китайские запчасти Чё-то где-то В Сингапуре Собирали Хотя там Нет русских рук Российских Ничего А это Всё то же самое Только собрали Не в Сингапуре А в России Представляете Какой Йотафон Да нахер он нужен Вы чё Поэтому Ни в коем случае На современных Российских Самолётах Летать не стоит Если это Не какой-нибудь Там Ан-2 Да там Ну Там сейчас Как он там Называется Ан-3 что ли Там я хер её знаю То есть Турбовинтовой Двигатель Воткнули Ну Прекрасно Я бы с удовольствием Полетел Потому что там Нет никакой Электроники Всё то же самое А Современные Самолёты Это конечно Аэрбасы Это конечно Боинг Да Это конечно Там Бомбардье Там Эмбраер Но это Ни в коем случае Не какой-то Сухой Суперджет Блядь Какой Суперджет О чём вообще Речь Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров